Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Золотые лекции» и я, Юлия Андреева. Преподаватель программ по цифровой коммуникации в Дипломатической Академии Министерства иностранных дел и в Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо преподавания руковожу компанией «Про Грамота», которая 8 лет помогает взрослым говорить на русском языке понятно и без ошибок. Сегодня мы с вами разберемся в теме деловых отношений и поговорим о современной коммуникации в деловой среде. Почему о деловой коммуникации принято говорить так часто и каждый второй рассказывает нам о все новых и новых правилах взаимодействия? На деле неважно, о какой коммуникации мы говорим, деловой или личной. Мы все хотим очень простых вещей, чтобы нас понимали и желательно, чтобы нас понимали правильно. Чтобы понять, что происходит в современной коммуникации сегодня, нужно сделать шаг назад и понять, что было с ней до, скажем, лет сто назад. Раньше превалировал исключительно эпистолярный жанр. Все вы помните наверняка, что многие писали друг другу бумажные письма, и существовал даже такой термин «красивые письма». Расскажу вам историю одной знакомой, прабабушку которой ее отец в 16 лет выдал замуж за вдовца с пятилетней дочерью только потому, что тот писал ее отцу красивые письма. Это продолжалось в течение полугода. Они были деловыми партнерами, и его письма были настолько хороши, что отец этой девушки зачитывал их своей жене. Тем самым мужчина покорил сердце будущей тещи, и они решили, что раз человек так пишет, то он не может быть плохим выбором для их дочери. Сейчас в эту историю довольно сложно поверить, особенно с учетом изменившихся каналов коммуникаций. Но тогда качеству речи уделяли довольно серьезное внимание. И именно сегодня и сейчас, в текущее время, нам важно в том числе смотреть за тем, как мы пишем, как мы общаемся, какую мысль мы передаем и с помощью каких средств мы это делаем. Если говорить о том, что было с коммуникацией, то надо отметить довольно строгую разницу между нормами. Нормами письменной речи и устной. Сейчас появился условный гибрид устной и письменной речи, и именно в этом промежутке многим довольно сложно найти золотую середину и компромисс. Об этом мы сегодня в том числе с вами поговорим. Также стоит отметить количество личных контактов, которые раньше были гораздо доступнее. Сейчас с человеком очень сложно встретиться. Нужно пройти определенные этапы, начиная с сообщения в мессенджере, потом в рабочей почте, потом, возможно, в формате видеосвязи, и уже после, в случае, если вы друг друга хорошо поймете, можно встретиться. На деле же личное общение помогает нам считать довольно полную картину. Мы можем увидеть и паравербальные средства, и невербальные. Сейчас ситуация изменилась. Нас окружает сплошная цифровизация, которая, с одной стороны, призвана нам помочь в коммуникациях сократить дистанцию. С другой, она на деле нас очень сильно разобщает. Считается, что личное общение со временем станет элитарным, и не все смогут его себе позволить. И в основном взаимодействовать мы будем исключительно в цифровых инструментах и, соответственно, в цифровых средствах связи. На деле в течение этого года мы могли отчасти наблюдать именно такую тенденцию. Мы общались исключительно в формате видеосвязи, используя разнообразные мессенджеры, и созванивались через конференц-форматы. Цифровизация — это первая особенность, которую стоит отметить, если говорить о современных коммуникациях. Вторая — это, безусловно, информационный шум. Нас окружает действительно очень много информации, и здесь надо понимать следующее. Любая наша деловая коммуникация, пусть даже обычное сообщение в мессенджере, оно тоже конкурирует за внимание. От того, каким оно будет, как вы его напишите, подумаете ли вы, к кому оно обращено, подумаете ли вы об адресате, к которому обращаетесь, и о том, что именно вы от него хотите. Все это влияет на конечный результат — ответит вам или не ответит, как это сделают и в какой форме. Помимо информационного шума нужно понимать, что текст становится основным фильтром или маркером оценки, как хотите. Сейчас по тексту можно очень многое сказать об адресате. И если раньше были доступны средства устного общения, можно было созвониться с человеком, можно было что-то уточнить у него, ну или наконец просто встретиться, то сейчас вы видите исключительно текст, который содержит в себе уже интонацию и возможный подтекст. И именно он становится зеркалом. Поэтому, когда вы садитесь писать даже короткое сообщение, вы должны осознавать, что даже по одному предложению о вас уже сделают вывод. И какой он будет зависит только от тщательности и от вашего внимательного подхода к письменной речи. Что еще отягощает наше современное общение? Это, безусловно, и клиповое мышление. Люди стали сложно осмысливать большой объем текста. Это правда. Даже нейрофизиологи говорят, что становятся короче такты, которым усваивается мысль. В качестве условного доказательства можно привести тенденцию на рынке литературы в появлении нового формата демо-версии книг. Когда мы за вас прочитали, пересказали, вот, пожалуйста, вам краткая форма, чтобы вы себя не натруждали. Коллеги-журналисты делятся историями, что некоторым приходится рассчитываться, как музыканты распеваются. Также журналисты рассчитываются для того, чтобы стеть за свой материал. Причем рассчитываются они именно детскими книгами. Почему? В детских книгах текст описан простыми по составу и строю фразами. Таким образом, они настраиваются на нужную волну и уже переходят за свой материал, рассчитанный на большую аудиторию. Еще одна особенность — это изобразительная реальность. Не все мы используем слова для общения. Часто мы видим, что человек отвечает нам с помощью изображений, эмодзи, смайлов или популярных мемоджи, индивидуальных изображений. И, с одной стороны, это хорошо, это экономит время. С другой — мы все вкладываем совершенно разные смыслы в одни и те же изображения. Если я спрошу вас, какой смысл вы вкладываете вот в такую иконку со скрещенными руками, многие из вас ответят «благодарность» — это один из вариантов, «просьба» — второй, и третий — некая мольба. Хоть бы все сложилось. Один знак, одна иконка и три разных варианта. Это как минимум. Специалисты говорят, что пора уже создавать слова ремодзи для того, чтобы мы правильно друг друга понимали. В чем сложность? Есть люди, которые экономят на словах и общаются с вами исключительно изображениями и картинками. Это не всегда хорошо. Как-то один мой знакомый в ответ на мое сообщение прислал мне иконку с изображением лица в районе рта, которого была черная полоска со знаками. Вы знаете эту иконку. Это обозначение некого недовольства или понимания, что человек ругается. Мне пришла такая иконка, естественно, я ее восприняла прямо по назначению. И только когда мы созвонились, я уточнила, откуда такая реакция на, казалось бы, безобидный текст. Человек был очень удивлен моим вопросом, потому что он имел в виду совершенно другое. Он это изображение воспринял как некий знак молчания, а на деле эта иконка обозначала, наоборот, агрессию, раздражение, недовольство. И поняли мы друг друга, только созвонившись, имея возможность пообщаться и задать друг другу уточняющие вопросы, услышать интонацию. Когда-то в практике моей работы к нам обратилась компания, которая занимается продажей предметов роскоши с очень необычной проблемой. Нужно было научить продавцов-консультантов в общении с клиентом и в переписках, в частности, в мессенджере использовать слова, а не смайлы. Эта проблема была довольно серьезной, потому как молодая аудитория на тот момент, общаясь с состоятельными клиентами и информируя их о новых продуктах и товарах, которые выпускала компания, использовали исключительно эмодзи, чем очень сильно смущали и раздражали довольно взрослую аудиторию, с которой им приходилось взаимодействовать. Изобразительная реальность — это одна из особенностей, которую стоит учитывать. С ней же в паре идет и закон экономии речевых усилий. Что это значит? Мы часто сокращаем слова, иногда необдуманно, как будто бы нам не хватает времени на то, чтобы написать полное спасибо или пожалуйста. Я думаю, вам знакомы эти варианты. СПС, ПЛИС. Недавно мне пришла смс с текстом УФ Юлия, то есть сокращенная уважаемая Юлия. В данном случае можно было в принципе избежать этого неуважения, потому как сокращать уважение совершенно не стоило и лучше было бы его выразить не словами, а действиями. Но это немного другая история. Этот закон экономии речевых усилий сказывается и в потребности людей быстро передавать мысль. Но иногда из-за желания быстро передать мысль сокращается смысл. Остается недосказанность, и адресату довольно сложно бывает разобраться, что же в итоге человек имел в виду. Появляются потенциальные вопросы, которые совершенно некому задать, потому что рядом человека нет, позвонить ему возможности нет, есть только текст. Еще две особенности, о которых стоит помнить — это тенденция к человеческой коммуникации. Что это значит? Последние три, или могу сказать с уверенностью даже четыре года, многие стремятся сократить дистанцию в официальном деловом взаимодействии. Сделать так, чтобы компании и сотрудники этих компаний общались с внешним миром чуть живее, по-человечески. Чтобы адресаты или клиенты, партнеры видели не функциональную роль организации в лице конкретных людей, а человека, который может прийти на помощь, может подсказать, может помочь. Все мы, имея возможность связаться с организацией, обращаемся к ней и через мессенджеры, и вряд ли кого-то в этом случае устраивает общение с ботом. Мы все хотим оператора, отправляя запрос на сотрудника или, возможность связаться с живым человеком. Это отчасти тоже говорит об этом стремлении к общению человека с человеком. И здесь есть следующая сложность. Незнание норм официально-делового стиля и тотальное стремление к переходу из устной речи в письменную может наломать дров. Сейчас стало модно говорить о заботе, об отношениях, о человечности, о клиентоцентричности. И это очень хорошо с одной стороны, но с другой мы должны очень аккуратно к этому подходить. Не вижу смысла в пересказе теории или пособий, которые вы всегда можете найти. Мне кажется, важно поделиться с вами практическими инструментами, которые на деле влияют на качество ваших взаимоотношений. Базовое условие для любой эффективной коммуникации — это понятные термины и общий язык. А где найти этот общий язык? Если с одной стороны мы, как носители русского языка, пользуемся одним словарем, но при этом не всегда правильно понимаем друг друга, потому что даже в одни и те же слова вкладываем разный смысл. Вот пример. Австрийский композитор Карл Мореев фон Вебер, закончив свою партитуру «Вольный стрелок», решил спросить мнение у человека, которому он доверял и работу которого ценил. Он отправил свою работу Людвигу Бетховену. Спустя время Бетховен прислал ответ. Он написал короткую фразу «Советую больше не писать опер». Как вы считаете, что имел в виду Бетховен? Первое и самое очевидное, что Веберу больше нет смысла работать, потому что его работа ужасна. Но это только первое впечатление. Вебер подумал так же. И когда у него появилась возможность встретиться с Бетховеном, он в первую очередь подошел к нему и спросил, «Неужели моя работа настолько бесполезна, что мне нет смысла дальше делать что-то еще?» Бетховен сильно удивился и сказал, «Как вы могли подумать? Ваша работа гениальна, и именно поэтому я не вижу смысла писать что-либо еще». Это история из прошлого. А вот вам история из настоящего. Представьте себе собственника крупной компании, застройщика, довольно сурового и строгого руководителя, который однажды приехал на объект с одной целью – узнать, как идут дела, сколько залили бетона, сколько положили цементных плит и так далее. И вот он подходит к зданию, ему навстречу выходит прораб. И первое, что говорит наш собственник прорабу – это вопрос, как дела? Что мы обычно отвечаем на вопрос, как дела? Нормально. То же самое сделал и прораб. Чем ужасно разозлил собственник, после чего он решил, что в его компании большие проблемы с русским языком и нужно срочно этим вопросом заниматься. Хотя на деле разница была исключительно в выборе точной формулировки, которая позволила бы правильно ответить на вопрос. Часто в выборе слов мы сами усложняем себе ситуацию. Послушайте фрагмент. «В целях уточнения принципов осуществления поставленной задачи, а также детализации организационной, функциональной и финансовой модели практических мероприятий по их реализации представляется необходимым активно вовлекать профессиональное сообщество по следующему кругу вопросов». Как вы думаете, о чем этот текст? Что именно хотел сказать человек? Ведь помимо того, чтобы передать мысль, он вероятно хотел показать, что он имеет определенный уровень образования, не иначе. Потому как суть, которую нужно передать в первую очередь, можно было заключить в одно предложение. Для решения задач необходимо привлекать профессиональное сообщество. За восемь лет нашей работы сложности в коммуникации не изменились, если говорить про качество, особенно письменной речи. Это, безусловно, в первую очередь, базовая грамотность. Конечно, идеально грамотным быть сложно, но стремиться можно, к тому же, если знать инструменты для самопроверки или, как минимум, перечитывать собственный текст. Вторая проблема, которая на деле в последние годы можно было бы назвать первой, это формулирование мысли, умение донести свою мысль так, чтобы человек однозначно ее воспринял. Причем сделать это максимально емко, не избыточно и согласно уместной коммуникативной ситуации и особенностям, среды, знаниям адресата. Третья проблема, с которой мы сталкиваемся, это выбор стиля изложения. Умение переключать регистры, в зависимости от того, с кем вы общаетесь и в какой среде находитесь, очень важный навык. Для того, чтобы переключать регистры, нужно иметь инструментарий. Инструментарий простой, знать нормы и учитывать тенденции. Четвертая проблема, с которой мы сталкиваемся, это этикетные нормы взаимодействия. Понимание, в какой ситуации как обратиться к человеку, надо ли благодарить, надо ли извиняться, использовать ли слова вежливости, в какой ситуации стоит проявить эмпатию, как выбрать верное обращение, уместный тон и так далее. Все эти вопросы необходимо себе задавать еще до того, как вы сядете за конкретный текст. Пять правил, о которых вам важно знать. Правило первое. Проверяйте грамотность. Есть замечательные порталы грамота.ру или служба русского языка в институте Виноградова, куда можно позвонить и всегда задать вопрос о том, как ставить определенный знак или слитно ли раздельно писать не и не. Главное иметь желание проверять себя и перечитывать собственные тексты. На деле есть очень много тонкостей, о которых мы с вами не задумываемся. Вот представьте, отправили вас в командировку и попросили отчитаться по приезду или по приезде. Как вы напишите? Большинство сходится в варианте по приезду, но на самом деле он ошибочный. Правильно писать по приезде, по прилете, в значении после приезда. Или взять значение слов, которые мы часто путаем. Например, кто такой нелицеприятный? Если попросить подобрать синоним, многие скажут, ты неприятный человек, некрасивый, жадный и другие синонимы, которые могут подойти к смыслу, казалось бы, неприятного человека. Но на деле нелицеприятный человек – это беспристрастный, то есть не основанный на лицеприятии кому-либо. Можно сказать, что синоним слова нелицеприятный – справедливый. При этом использование этого слова в значении «неприятный» считается речевой ошибкой. Еще несколько советов на тему грамотности. Управление. В официальных документах часто мы видим ошибку. Согласно приказа, согласно тарифа или закона. Но на деле здесь нужно ставить правильный вопрос. Согласно чему? Соответственно, закону, приказу, тарифу. Это первое. Второе. Это написание слов, которые недавно были кодифицированы и вошли в словари. Например, онлайн и офлайн. Эти слова пишутся слитно, причем с одной буквы. Онлайн и офлайн, где буква тоже одна. Или взять числительные. Как вы скажете, нет 200 рублей или 200 рублей? Когда речь идет о родительном падеже, то окончание может быть только одно – сот. нет 200, 300, 400 и так далее. Проверяйте свою грамотность, перечитывайте текст, проверяйте значения слов и будьте внимательны к их выбору. Правило второе. Формулирование сути. Представьте себе капусту, обычную белокочанную капусту. Представили? А теперь представьте, что кочерыжка этой капусты – это суть, которую вы хотите человеку донести. Он ее получает, но для того, чтобы до нее добраться, ему нужно снять все листья этой капусты, как слои смыслов, которые вы пытаетесь передать. И иногда человек снимает эти листья, а кочерыжки, то есть сути, внутри не оказывается. К сожалению, большинство деловых писем часто страдают этой болезнью – отсутствием смысла и сути. И совершенно справедливо считать, что простить можно даже и ошибки в базовой грамотности, и неверный выбор стиля, и может быть даже нарушение этических норм. Но самое главное, чтобы была суть и смысл, который человек хочет передать. А вот когда нет ни того, ни другого, вот эта ситуация самая страшная. Что делать, чтобы четко передавать смысл и научиться формулировать свои мысли? В первую очередь вспоминайте структуру любой коммуникации. Не имеет значения, деловая она или личная. Первое – это цель. Зачем вы это делаете? Зачем вы пишете человеку? Зачем вы пишете ответ на обращение? Зачем вы звоните? С цели полагания начинается все. После того, как вы четко определили цель, вы можете перейти ко второму этапу. Это замысел. Что именно вы хотите сообщить? После замысла мы переходим к третьей части. Это выбор формы. В какой форме имеет смысл сообщить то, что мы задумали? В письменной или в устной? Имеет ли смысл писать письмо в рабочей почте? Или лучше позвонить? Или, может быть, написать сообщение? Или сразу встретиться с человеком? Все это связано непосредственно с целью и с тем замыслом, которого вы хотите достичь. И, наконец, четвертое. Это возможная реакция, о которой необходимо подумать. Что это значит? Это степень адекватности реакции адресата на вашу речь, письменную или устную. Можно подумать, нет ли подтекста? А бывает так, что даже одно слово, например, слово «очевидно» в вашем тексте, может походить на манипуляцию. И человек может воспринять ваш текст не совсем так, как вы того хотите. Надо понимать, что речь — это поступок. И от того, насколько внимательно вы отнесетесь к своему поступку, зависит результат. Поймут ли вас и поймут ли вас правильно, как вы того хотите. Наша основная задача — точно передавать смысл. Но здесь бывают ошибки. Первое — это потеря тезиса. У вас бывали ситуации, когда вы задавали вопрос, вам на него будто бы отвечали, но не вполне на ваш вопрос, а просто на тему, которая была смежной. Пример. Вопрос. Что нам нужно сделать с системой, чтобы начать работу? А вам отвечают. Без этой системы мы не можем с вами работать. Это ответ на ваш вопрос? Нет. Это явный пример потери тезиса. Иногда осознанно, иногда неумышленно человек упускает важное. Может быть, потому что ему не хватает времени. Для того, чтобы самому не делать подобных ошибок, пользуйтесь очень простым инструментом. Логическая цепочка. Как это выглядит? Старайтесь продолжать предложения словами, которыми заканчивается предыдущая. Смотрите. Я сижу за столом. На столе лежат книги. Книги помогают мне в работе. Работа делает меня счастливой. Когда я счастлива, я здорова. Это самый банальный пример действия этого упражнения. Когда все мысли уложены по порядку, и вы двигаетесь последовательно от общего к частному. Надо сказать, что в деловой коммуникации основной принцип, который стоит использовать, дедуктивной. Начинайте с сути, озвучивайте ее в начале, начинайте с главного и после этого двигайтесь к второстепенному. Старайтесь быть максимально конкретными. И прежде чем садиться за письмо кому-либо, задавайте себе два вопроса. Первый. Что вы хотите сообщить человеку в одном предложении? И второй. Что вы хотите от адресата? Что он должен сделать? В идеале картина у вас должна получиться следующая. Например, пишу, чтобы договориться о встрече на понедельник. Прошу вас подтвердить встречу или предложить альтернативный вариант. Вот тогда у вашего адресата не будет сложностей в понимании, чего именно вы от него хотите добиться. Если же вам необходимо связаться с незнакомым человеком, используйте так называемый код на вход. Три правила. Первое. Представиться, кто вы. Второе. Написать, что вы хотите от человека. И третье. Зачем вашему адресату то, что вы ему предлагаете. Я вас уверяю, если вы постараетесь ответить на эти три вопроса, шансов, что человек на вас отреагирует и ответит гораздо больше. Правило третье. Выбрать верный стиль и тон. Со стилем история следующая. Для того, чтобы переходить к новым правилам переписки, нужно знать старые. А старые никто не менял. Есть определенные нормы официально-делового стиля, которые характеризуются стандартными выражениями, канцеляризмами. Заметьте, канцеляризмы – это клише делового стиля, не канцелярит. Прямым порядком слов, безличными формами. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть те самые тенденции, о которых мы с вами говорили в начале, в стремлении максимально сократить дистанцию. Сейчас многие компании учитывают в своей политике коммуникации общение на «ты» внутри своей среды и даже снижают регистр в обращении «вы», если говорить о клиентах. Правильно это или нет, сложно судить, но тенденция такая есть. При этом правила, которые касались бы заглавной буквы в обращении, никто не менял. Мы «вы» пишем к одному человеку с большой буквы и с маленькой буквы, когда обращаемся в группе лиц. Со стилем история следующая. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Официально-деловой стиль – это определенная страховка, особенно когда вы не знаете, с кем именно вы общаетесь. Минус его в шаблонном подходе. Этот стиль часто обвиняют в казенщине, формализме, который иногда проявляется с помощью избыточного использования канцлеризмов, которые превращаются в канцлерит. Таких выражений, как данный в настоящий момент, в избежании, для получения и тому подобное. И с одной стороны, он вас страхует, а с другой стороны, при неправильном использовании его средств вы рискуете попасть в ту самую часть низкоквалифицированных сотрудников, которых иногда обвиняют в использовании скриптов и необдуманного подхода к письменному взаимодействию. У разговорного же стиля есть в том числе свои минусы. С плюсами все более-менее понятно, он позволяет говорить с человеком на, используя почти понятную бытовую лексику, говорить с человеком на живом языке. С другой стороны, в нем очень легко перейти к границу, стать фамильярным или уйти в просторечие, которое тоже иногда жестоко карается. Может быть, вы помните историю экс-замминистра здравоохранения, которая, выступив публично, вынуждена была уйти с своего поста, потому как ее выступление имело вирусный эффект. Ее обвинили в фантастическом косноязычии, а фразы и цитаты из ее выступления начали расходиться как мемы. Она говорила, например, нужно поменять систему снаружи здравоохранения. Это один из классических примеров неумелого использования стиля и переключения между регистрами. Что здесь надо понимать? Волшебной таблетки нет. Старайтесь не использовать конкретные готовые конструкции на все случаи жизни, потому что таких конструкций нет. Здравый смысл — это единственный подход, который вам может помочь. С одной стороны, определенный подход и ваша привычка поведения вам поможет. С другой стороны, тот же самый инструмент может не сработать в иной ситуации. Поэтому прежде чем огульно бросаться на готовые речевые конструкции, подумайте, насколько та ситуация, в которой вы оказались, соответствует задачам и соответствует вашему опыту. Может быть, стоит пойти другим путем. Я знаю историю очень толкового программиста, которого хотели заполучить в свои ряды крупные компании. Они пошли стандартным путем. Обратились к нему через рабочую почту, написали красивое, правильное, по всем нормам сообщение. Уважаемый Анатолий, хотим пригласить вас. Даже озвучивали гонорары. Но Анатолий почему-то молчал. И вот один из менеджеров одной из этих компаний, которые между собой за него конкурировали, видимо, устал. Он решил написать программисту в мессенджер, причем сделал это в совершенно иной форме. Не в официальный, а в полу неформальный, отправив смайл и, в общем, даже пригрозив, что если он не поднимет свое место и не придет к ним завтра на собеседование, то он может считать, что это предложение уже неактуально. И на удивление Анатолий среагировал, причем отреагировал позитивно. Пришел на следующий день в компанию и после удачных переговоров устроился на работу. Это не значит, что нужно забывать о нормах, переходить на живой, как принято сейчас говорить, человечный стиль. Нужно каждый раз оценивать обстоятельства и оценивать адресата. И в зависимости от этого переключать, как делают опытные жонглеры, свои инструменты по взаимодействию. Стиль, который может быть в одном случае официальным, когда вам надо написать письмо, а в другом случае полу неформальным, когда вам нужно связаться с человеком в мессенджере. Когда же вы не знаете, как быть и что делать, какой стиль использовать, какую форму выбрать, прежде всего думайте об уместности. Пусть здравый смысл в первую очередь вам в этом помогает. И второе — это понимание среды. Почему это важно? Иногда среда диктует нам свои правила, и мы вынуждены под них адаптироваться. У меня был случай, связанный с съемками, и я как человек из бизнес-среды была удивлена характеру коммуникации внутри команды. Все друг к другу обращались исключительно на «ты». Причем независимо от статуса, субординации, возраста и даже независимо от того, знакомы были люди или нет. И для меня, как человека, который привык обращаться на «вы», это было очень необычно. Но для того, чтобы решать дела и думать исключительно о конструктиве, мне пришлось адаптироваться под эту систему и на время забыть о необходимости обращаться к незнакомым людям на «вы». Это такой маленький пример, который отчасти может демонстрировать необходимость всегда в первую очередь включать голову и только потом думать, какой конкретный инструмент использовать. Четвертое правило касается разности в стиле, но в большей степени его особенностей. С одной стороны, есть государственные компании, с другой коммерческие. И, надо сказать, у каждой из них есть свои сложности. Государственные структуры страдают, как правило, канцеляритом, а коммерчески неоправданным использованием заимствованных слов. Если же говорить о канцелярите, то этот термин придумал Корней Иван Шчуковский по аналогии с воспалительными заболеваниями. Калит, менингит. Он назвал канцеляритом воспаление языка. Что это значит? Когда живые слова губятся исключительно формальным сухим подходом, появляется та самая казенщина, в которой многие обвиняют госструктуры, особенно в ситуации ответов на официальное обращение. Другая же ситуация. Это неоправданное использование заимствованных слов, которые могут понять исключительно в своей среде. И здесь также, как и в выборе стиля, нужно понимать, с кем вы общаетесь, какие именно задачи перед вами стоят. Если внутри своей среды вы прекрасно друг друга понимаете, используя заимственные слова, ради бога. Но если вам необходимо с этим же материалом выйти за пределы, то будьте добры иметь синонимы. Вот пример. Это переписка между табачной компанией и креативным агентством. Самаре всего того, что я озвучила по микроинфлюенсорам, войдет в наш стрим по спешл-оферу первого стейджа. Зафиксите, пожалуйста, это в митинг-репорте и вернитесь с вашими консернами по сайнс-контенту. Надо сказать, что использование заимственных слов вряд ли можно оправдать, особенно в том объеме, с которым мы сейчас с вами сталкиваемся. Но однозначно меры, которые бы касались ограничений, не должны быть связаны с запретами. Нужно не запрещать, а научить людей умеренно использовать подобную лексику и заимственные слова в том числе. Только понимая, насколько уместно это слово, заменяет ли оно старое, либо объясняет и называет какое-то новое понятие, мы можем сделать адекватный вывод о необходимости использовать его в своей речи, в письменной, или в устной. Еще одна особенность, связанная со стилем, это фамильярность. Она чаще всего проявляется в использовании уменьшительно-ласкательных форм в именах. Алиночка, Олечка, Юлечка. Кажется, что человек пытается добиться от себя какого-то результата, и таким образом он пытается сократить дистанцию свой и чужой, стать ближе, стать своим. Соответственно, использовать иную форму и иную лексику. Помните, что это не всегда нравится и не всегда всем приятно. Уменьшительно-ласкательные формы иногда используют, когда хотят попросить вас об услуге. Например, отправил тебе вопросик, посмотри, пожалуйста, договорчик. Вроде как время ты на это можешь уделить, потому что это не какой-то серьезный вопрос и даже не какой-то серьезный договор. Всего лишь вопросик и договорчик. В одном ростовском отеле я обратила внимание на таблички. Они были следующего содержания. Мыло для ваших ручек, место для вашего костюмчика и другие подобные. Видимо, таким образом владельцы хотели максимально расположить своих посетителей так, чтобы они возвращались вновь и вновь. Четвертое правило, на которое важно обращать внимание – следить за обращением. Что это значит? В нормах ничего не изменилось. Обращение – это использование имени, имени или имени отчества. А если ни то, ни другое неизвестно, то использование фамилии с приставкой «господин» или «госпожа». Но на деле появляется очень много разнообразных вариантов. «Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович», «уважаемый Иванов Иван Иванович» и тому подобное – это все ошибочные формы. Запомните верное – «уважаемый Иван Иванович» или «уважаемый господин Иванов». Используйте их и не ошибетесь. Но что еще важно? Помните, что в обращении в первую очередь должно присутствовать имя. Если вы его знаете, вы можете смело забыть о других так называемых приставках «добрый день», «добрый вечер», «здравствуйте», потому что именно они больше подходят и больше используются в устной коммуникации и в устной речи. И добавлять их в письменную совершенно не обязательно. Достаточно просто имени – «Мария» или Мария Петровна. Помимо прочего, следите за подписью в письме. Иногда человек предпочитает, чтобы к нему обращались иначе. Я знаю массу Александров, которые не любят полную форму своего имени и предпочитают, чтобы к ним обращались Саша. Или, напротив, есть Александр, который не готов быть Сашей и хочет, чтобы к нему обращались исключительно по полной форме Александр Иванович. Конечно, на это влияет и возраст, и статус, и ваши деловые взаимоотношения. Но в первую очередь смотрите на имя, уточняйте у человека, как ему удобно, как бы он хотел, чтобы с ним взаимодействовали и к нему обращались. Если хотите испортить отношения, ошибитесь в имени человека. И, наконец, пятое – вежливость. На деле все очень просто. Будьте вежливы, мы все это знаем. Но как это проявляется? В текстах, особенно в рабочей переписке, могут быть довольно краткие фразы, которые не содержат в себе просьб. Например, сотрудникам прислать до пятницы свои данные. Грубо? Возможно. А чего не хватает? Простого слова. Пожалуйста. Пожалуйста, пришлите данные до пятницы. Мы стали забывать о довольно большом объеме вежливых форм, вежливого обращения, просьб, рекомендаций. Могли бы вы, будьте добры. А именно они помогают нам не обидеть человека формой своей коммуникации. Особенно в ситуации, когда нам нужно поблагодарить кого-то, а нужно делать это как можно чаще. Или, напротив, выразить извинения. При этом старайтесь уходить от формальных шаблонных подходов. Приносим извинения за доставленные неудобства. Эта фраза уже давно стала штампом, она потеряла свою экспрессивную окраску. И искренности в ней не на грамму, а именно в искренности села извинения. Поэтому, если вы понимаете, что вам нужно извиниться, постарайтесь сформулировать слова так, чтобы они не походили на стандартные фразы, которые используются на каждом шагу. Вам не поверят. Самое главное, чтобы за искренностью следовало решения. Можно написать много вежливых слов, но при этом проигнорировать попытку как-то разрешить ситуацию, в которой, возможно, вы виноваты. Поэтому объясняйте причину и думайте о решении, которое вы можете предложить. Это очень важно. Обратите также внимание на две популярные фразы, которые стали использовать в качестве подписи делового письма. Это «заранее благодарю и надеюсь на понимание». Какие здесь тонкости? «Заранее благодарю». Что не так? Вы заранее благодарите человека за то, что он еще не сделал. Это некая манипуляция. Если вы действительно хотите выразить эту благодарность в будущем, так и скажите «буду признателен» или «буду благодарен». А что не так с фразой «надеюсь на понимание»? Ее можно воспринять двояко. С одной стороны, вы надеетесь, что человек вас поймет, а с другой надеетесь, что у человека хватит сообразительности, чтобы понять то, что вы ему написали. Старайтесь уходить от многозначных смыслов. Поэтому «надеюсь на понимание» надо менять на простую фразу. Прошу отнестись с пониманием. И в качестве резюме. Кого бы вы не слушали, что бы вы не читали, самое главное – это научиться слышать, чтобы понимать, а не слушать, чтобы отвечать. И самое главное – помните, что ясность и человеческие отношения – залог успеха любой коммуникации. Это была программа «Золотые лекции» и я, Юлия Андреева. Удачи!